Как приходят люди к знанию? С этой стороны им дают такую возможность, но еще раз, поверить в какую-нибудь сказку. Однажды, как вот это слово, очнулся, завтра будет лучше. Получается, что это бег белки в колесе. Вот этот вот огонь должен быть. Как правило, вот такого же уровня пробужденности не бывает рядом. Но, по сути, это то, что сейчас происходит здесь. Я просто живу и удивляюсь, насколько знание изменяет восприятие происходящего. У нас обучение оно такое ступенчатое. То есть сразу вот это все знание, но оно говорится, но то, что говорится общими словами, на большой поток людей, через YouTube и так далее. Это как бы информационный поток. Это еще не знание, которое вы переживаете, когда действительно происходит какое-то раскрытие. Как приходят люди к знанию? Это же вообще очень большая такая упорная работа. Это не так, что приедет какой-то мастер, побыть в его поле, потрогать его, получить милость, благословение. С этой стороны им дают такую возможность, но еще раз поверить в какую-нибудь сказку, что нужно получить благословение чье-то, и тогда у тебя что-то произойдет. Но ни одно благословение не сработает, если вы не совершаете ту внутреннюю работу. И, в общем-то, у вас не стал раскрываться процесс пробуждения. Интересно, ведь вот этот вот сон, в котором мы с вами однажды, как вот это слово, очнулся. Что такое пробуждение? Здесь все, все и все направлены на то, чтобы не выходить из вот этого сна всеобщего. Вчера посмотрел премию Муз-ТВ. Насколько это вот все сильно? Праздник, достижения, победы. Будем еще больше работать. Ради чего? Ради, чтобы получить тарелку. Признание. Вот ваша зрительская любовь для нас. Мы только ради этого живем. Другие смотрят и думают, что потому что они являются олицетворением успеха. Мы тоже хотим такими, мы тоже хотим столь. Они говорят на миллионную аудиторию. Я верю, что завтра будет лучше. То, что я сейчас имею, завтра будет лучше. И вот этот вот лозунг, что мы живем в светлое будущее. Но получается, что это бег белки в колесе. Что завтра будет лучше. То есть вот остановиться сейчас, здесь. Хотя они все используют сейчас вот эти, даже в песнях, вот эти слова «здесь и сейчас», «будь здесь» и так далее. Но тем не менее, как непросто выйти из этой пелены сна. Я сейчас был в Южной Америке, познакомился с женщиной. У нее был псориаз. Очень развернутая стадия. Раньше была. Сейчас она его залечила. Но вообще это заболевание удивительно. Там такой феномен, что какая бы ремиссия ни была, но дежурная бляшка остается и ждет своего часа. То есть это ремиссия, потом с этой бляшки опять начинается обострение и так далее. И вот интересно, а у нее в поколениях. Значит, у дедушки был псориаз, у папы был псориаз. И я просто послушал, как эта болезнь ее побуждала. И она в конечном итоге же пробудилась. Но сначала она начинала просто с лечения. Очень самые разные методы использовала. Практически ей не помогало. Потом она испробовала очень много разных диет. И в Южной Америке она работала с хиллерами. Хиллеры – это шаманы. Там психотерапевтическая работа подключается. Она вот поняла, что она очень много брала за папу. Как раз по этой линии пошла. С помощью хиллеров она добилась. Но дежурная бляшка осталась на ногах. Но практически все ушло, вот это обострение. Она уехала к себе в Америку. Полгода у нее не было вообще никаких обострений и так далее. Но через полгода у нее опять началось обострение. Я анализировала ее с точки зрения, почему ей там помогло, а потом пошло обострение. А чем она занималась дома? А у нее не было практики. То есть она все равно была как пациентка. Лечите меня. Как она набирает вот эту вот реактивность, которая начинается проявляться в симптоме. А она не обучена. У нее были вот приемы какие-то диеты. Вот то, что кушать. То, что она поняла из вот этой целительской работы. То есть она вывела определенное понимание. Причем это в большей степени работать с бессознательным. Вот там в Южной Америке. То есть вычищать. А вот твои реальные теперь отношения прямо сейчас. А она же все равно пошла взаимодействовать. Да, она изменилась. Но просто мы же с вами уже много работаем. Даже если мы меняемся в чем-то, происходят новые, более тонкие вот эти вот мелкие тираны. Которые то же самое, но с другой стороны. Или даже и не с другой, а с той же самой стороны. Получается, что у нее не было какой-то специфической вот этой вот программы практики. Которой бы она могла удержать достигнутый результат. И более того, пойти, может быть, с помощью вот этих практик дальше. Поэтому я просто хочу сказать, что вообще это все очень как бы так непросто. Вот эта вот внутренняя работа. Но здесь, понимаете, если нет внутренней потребности, если нет вот этого огня внутреннего, то оно не работает ничего. Вот этот вот огонь должен быть, должно происходить пробуждение изнутри. Оно должно происходить и изнутри вас. Понимаете, вот это пробуждение, это такой специфический процесс, который происходил всегда, во все времена. И более того, вот вы запомните, это вот в тибетской книге мертвых написано, что по правилам игры, для того, чтобы мы пробуждались эффективно, у вас, как правило, не будет рядом такого же уровня пробужденности человека. То есть он будет либо выше, либо ниже. И мы вот как бы все поодиночке. Это нас побуждает работать. И вы знаете, вот если бы вы, вы же все видели, видите ночные сны, и во сне вы же видите себя персонажем. Если бы к вам во сне подошел какой-то дяденька или какая-то тетенька, персонаж, и сказал, что, знаешь, а ты прямо сейчас во сне. Ты сейчас спишь. То, что ты видишь вокруг, это сон. Ты можешь проснуться в этом сне и знать, что это сон. Но, по сути, это то, что сейчас происходит здесь. Потому что мы здесь собрались, это идёт сон. И в этом сне я вам говорю, что это сон. Что на самом деле это сон. То, где мы находимся, это существование, происходящее по принципу сновидения. И этот сон кому-то снится. Вот этот кому-то, его называют сознание. И это сознание, оно общее у нас всех. Это сознание то, что делает нас осознанными. Смотрите, в момент осознания, когда мы замечаем действительно здесь и сейчас, вот когда мы замечаем дыхание, когда мы замечаем то, что происходит сейчас, мы соприкасаемся с нашим общим, единым вот этим сознанием. Оно абсолютно у всех одинаковое. Это можно назвать самоосознанием. То есть сознание, осознающее себя, это самоосознание. Это тоже термин не я придумал. А видите, всё описано. Когда мы находимся в самоосознании, то есть мы осознаём наше единое самоосознание, самоосознание. То есть вот мы соприкасаемся с той истинной частью нас, которой мы все являемся, и которая на самом деле видит этот сон. Сон, в котором мы видим себя как персонажей. Точно так же по аналогии с ночным сном, с которым мы отождествились и думаем, что мы, этот персонаж, мы переживаем здесь же, прямо здесь же так сильно за всё. Вы же все знаете, что этот сон длится недолго и не вечно. Вообще по законам сон, он же не может длиться долго. То есть сон рано или поздно заканчивается, когда админ пробуждается. Но есть сон, вот мы открывали миссию, душа — это тоже разновидность сна. Только он более тонкий, это другой мир. А если мир, то это опять сон. Он более точный, чем этот. Он более тонкий, и он поэтому больше точной информации даёт. А в том, кто видит этот сон, он как бы приближает вот этот другой сон. Но смотрите, кто выше спит и через сознание видит этот сон. Вот этот сон, он как бы однажды заканчивается, и дальше продолжается другой сон. В том сне есть ещё сон. То есть до тех пор, пока мы с вами не способны будем осознавать спящего, самого адмана мы не можем осознавать. По крайней мере, мы можем осознавать вот это сознание адмана, вот эту сознающую часть. Потому что адман, он никак не проявляется, его никак нельзя ухватить. Тем более через ум и понимание. А вот сознание, оно коррелирует вот с этим пониманием сознания. И тут тоже кому верить, как вот откуда эти Знания должны идти, да? Потому что сон, в котором мы очнулись, он уже всё говорит, как надо жить. Всё уже известно. Но и уже известно, что вы умрёте. Видите, если мы не понимаем вот этого всего механизма, то мы не понимаем, как нам воспользоваться этим временем. которое отпущено нам. Смотрите, нам, мы же являемся всегда вот этим сознанием общим. Но мы-то его забыли, что мы это общее сознание. И мы думаем, что я персонаж. И что важно тарелку получить, премию, да? Важно оставить после себя след, как говорят. Только когда вот что-то должно случиться такое, и вот начинается когда процесс пробуждения. То есть, понимаете, на самом деле огромная часть вокруг нас, а она спящая масса, у нас вбита, что мы должны быть такими же. Если мы чуть-чуть от этой массы отделяемся, у нас сразу вот это чувство одиночества, изгойничества, то есть мы отделяемся вот от этой матрицы. Очень плохо становится, потому что мы как бы подключены вот к этой общей вере, как надо, как не надо, к этому сну, по сути. Вот такая игра, да? Ну вот почему игра, да? Потому что… Ну а попробуй вот… Даже если ты всё знаешь, попробуй пробудиться, попробуй быть не этой массой, попробуй быть вне вот этой веры, а жить из знания. Здесь только ваша внутренняя работа вас может вывести, потому что если вы не будете совершать эту внутреннюю работу, то всё остальное, оно только погружает в этот сон и удерживает в нём. А что такое пробуждение? И что такое спать? Пробуждение — это значит, вы приходите к какой жизни? К осознанной жизни. А спать — это значит, что делать? Бессознать, то есть верить. Верить в какие-то убеждения, которые составляют ваши программы. А вот осознанная жизнь — это осознавать, это быть осознанными. И вот сколько бы вы ни пытались быть осознанными, мы ловим себя на том, что мы бессознательно реагируем, обижаемся. Это настолько сильно всё вшито в наше восприятие, из которого мы отождествлённы с чем-то сложным знанием, во-первых, что я человек, что я тело. И знаете, у человека же появляется вот это эго, то есть несуществующее. Тело, хоть, знаете, его можно так потрогать, оно видно, да? А эго же его не видно. Вот смотрите, я прямо чувствую, ну вот тарелку кто эту получает? Не тело же получает эту тарелку и радуется ей. И говорит, что на следующий год буду ещё больше работать. Это же вот это несуществующее эго, то есть это структура, созданная представлением предыдущими поколениями о том, как нужно. Вот эго — это вообще как нужно, как надо, как должно быть. А оно всегда конфликтует с тем, что есть. И понимаете, почему в духовности и в духовном направлении вся речь идёт о том, чтобы эго сдалось или растворить, сжечь. В общем, это эго нужно как-то уничтожить. Ну, потому что пока существует эго, будет недовольство. Пока у нас будет персональное восприятие себя, это лучше, хуже. Потому что эго существует, оно всё равно будет недовольное. Что такое пробуждение? Пробуждение — это ваш переход к осознанной жизни. Знаете, вот осознанная жизнь я в Южную Америку ездил-то уже какой-то там четвёртый или пятый раз, по-моему. И я там на одном маршруте был, и вот я почувствовал скуку такую. Я уже тут пятый раз по одной и той же тропе иду, и тут же сразу проснулся. Потому что я понял, что я сейчас в уме, как бы, и ум создаёт иллюзию, что ты в одном и том же месте. И вдруг я увидел, что сегодня и погода другая. И я-то вообще пошёл в другую сторону. То, что из момента сейчас не из ума, да, вот пробуждение — это, понимаете, вы всегда как в онлайне, вы живые. Вы не видите ни проекцию, картинку какую-то, как должно быть или как не должно быть, а вот как есть. И видеть вот эту живость настоящего момента. А он же всегда удивительно, уникальный. Но интересно, с момента того, как вы так подумали, вышли на улицу наслаждаться, как быстро вы забудетесь. Вот это вот интересно, да, что как вот это мощно работают силы Майя, вот это усыпление, это опять бессознательность. Но вот надо сказать по эмоциям, что мы с вами так или иначе, когда становимся сознательными, осознающими, мы замечаем разные эмоции в себе, в том числе негативные какие-то эмоции. Тем не менее, мы с вами должны научиться, знаете, вот это слово контроль, оно не точное, но мы должны осознавать те эмоции, которые мы выпускаем вовне. И вот смотрите, чем отличается сознающий от спящего? Спящий реагирует через подавление истинных эмоций. Он не проживает, спящий не проживает эмоции, он их подавляет всегда, он их прячет, показывая другие эмоции. Допустим, у него гнев, да-да-да, или наоборот, у него какое-то несогласие, или у него страх, а он гнев показывает. То есть он не скажет, вы знаете, я сейчас боюсь, он гнев показывает. То есть у него бессилие, страх. Спящий персонаж всегда подавляет истинные эмоции, которые он испытывает. Он не разрешает, он не умеет их проживать. Все спящие так живут. Это у спящих всегда неадекватность идёт между тем, что они чувствуют, и то, что они выражают. А вот пробуждённое сознание, пробуждающее сознание, они осознают ту эмоцию, которую они испытывают. Это вот в частности касается гнева. Я просто на примере гнева, в чём контроль заключается. осознают и проживают её внутри. Но показывают они её, согласно вот этому контролю осознанности, где надо показывают, где не надо не показывают. Это вот отличается то, что они проживают страх. Где надо, они его могут показать, где не надо, они его не показывают, этот страх. Основой является то, что осознающий, пробуждающийся, он всегда проживает чувства, естественные, истинные чувства. Мы с вами говорили на прошлой встрече о том, что у нас должна быть система практик такая, с помощью которой мы увеличиваем вот эту силу осознанности. Как раз таки вот то, о чём мы говорили, мы способствуем процессу пробуждения, пробуждения сознания. И, по сути, вся наша жизнь здесь — это что? Это накопление осознанности, это увеличение осознанности. Это тоже зачем-то нужно. Вот зачем эта осознанность нужна? Осознанность, смотрите, что такое ещё раз осознанность? Это соприкосновение с сознанием, получается. Сознание видит сон, сосновится осознанность. Первый этап осознанности — это когда мы осознаны, но мы не самоосознаём себя. Осознанным может быть абсолютно любой спящий осознанным. Ему сказали, осознавай дыхание, он будет его осознавать. А вот самоосознанию способны только пробуждённые, те, которые пережили опыт «кто я?». Поэтому это тоже вот здесь большая разница между самоосознающим и просто осознанным. Осознанность может воспроизводить абсолютно любой спящий. Самоосознание может воспроизводить только пробуждённое сознание, вышедшее на уровень самоосознания. Познание «кто я?». Поскольку мы живём в социуме, нам очень важно следить за тем, что мы говорим и как мы говорим. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова